привет друзья сегодня у нас особенный видеоролик слив мода для радмирка рмп новой версии 7.2 который вы можете скачать на простых условиях но есть одно ограничение ссылка на мод будет доступна всего неделю так что не теряйте времени смотрите и внимательно забирайте мод условия максимально простые первое досмотри ролик до конца ничего сложного второе перейди по ссылке в описании где обязательно нужно подписаться на мой youtube канал и поставить лайк по данным видеороликом чтобы получить ссылку на мод либо же подписаться на мой телеграм-канал и в комментариях написать кодовое слово слив мода седой код телеграм-бот сразу отправит тебе ссылку на мод в суличку все просто и без заморочек тем кому этот мод действительно нужен легко справиться а теперь устраивайся поудобнее наслаждайся мини-обзором и давайте начинать погнали ну а первая система которая присутствует данном моде это идентичная система огородов с точностью как на радмире покупка огорода доступна с первого уровня любой игрок может приобрести не ограниченное количество огородов так как моде имеются система слотов огороды могут быть как с привязкой к территории дома так и без нее при этом владельцы самого дома и огорода могут отличаться открыть меню управления личным огородом вы можете с командой гардер возможности управления личным огородом это ежа естественно отслеживать состояние от грядок то есть количество посаженных растений второе купить улучшение для теплицы открыть или закрыть теплицу продать огород агудар оса государству кстати не забывайте закрывать свою теплицу потому что любой игрок может зайти в ваш огород и делать с ним все что угодно то есть также как и на радмире поэтому пожалуйста внимательно за этим следите но перед тем как начать посадку вам естественно потребуется лопата известь и семена как мы видим в инвентаре у меня все имеется лопату можно скрафтить к этому мы вернемся немножечко попозже в меню мы выбираем какую какие семена мы можем посадить в моем случае это семена марихуаны естественно что я еще могу посадить посадили после этого нам потребуется лейка лейку мы можем купить в магазине садоводием после того нам нужно ее заполнить в любом водоеме вернуться обратно в огороды и просто полить и ждать роста растений ну и следующая система на сливе это система свалки территория размещения хлама где вы можете попробовать испытать свою удачу и найти редкие предметы а также битые автомобили по хорошей цене прописываем команду для спавна свалки и идем искать предметы участвовать в аукционе на свалке можно с первого уровня аукцион длится ровно 30 секунд с момента последней ставки победителем считается тот кто поставил наибольшую сумму и его ставку не перебили ну и как мы видим аукцион закончился я забираю свой предмет предмет отображается в инвентаре ну и дальше что немаловажно это спавн автомобилей со свалки большинство автомобилей на свалке появляются с большим износом но в нашем случае автомобиль без износа что и есть хорошо вы можете снять износ автомобиля на и 100 используйте его в личных целях на также можете продать автомобиль утиле для получения выгоды но и тут все просто так же самое как и в аукционе за предмет кстати если вы участвовали в аукционе на свалке покинули окно торгов вам будет выдан запрет на участие в торгах ровно на 5 минут ну и третья система для сегодняшнего слива это система крафта крафтить вы можете в гараже либо же бродяль на минимум подбегаем к перестаку но тут не все так просто для начала вам нужно купить все необходимые улучшения для гаража и да это еще одна рабочая система улучшение в гараже и дома но к этому вернемся чуть чуть попозже открываем верстак и выбираем какой предмет мы хотим скрафтить скрафтить можно абсолютно все под до автомобилей в моем случае отмычка крафтим и удачно предмет отображается в инвентаре следующая немаловажная эксклюзивная система это новая улучшенная система собуферов как мы знаем на родмире вышло недавнее обновление которое затронуло и и в меню музыки мы можем выбрать абсолютно любую музыку и даже выставить ползунок для громкости музыки как мы слышим все прекрасно работает и да мы можем слушать сразу около 1000 музыки с разных автомобилей одновременно считаю что это реально эксклюзивно и круто где вы могли еще увидеть такую систему кроме как на моем канале так еще бесплатно забрать данный мод вообще я ну и следующая система на сливе это система квартиры кстати скоро на родмире выйдет обновление где добавят различные многоэтажные дома поэтому квартиры станут еще более требованными все что вам потребуется сделать это добавить лишь пикапы к новым домам так как система квартир уже написано но мы покупаем желанную квартиру где мы можем купить различные улучшения для нее хочу купить шкаф и показать что шкаф действительно работает без проблем шкаф мы можем установить любом месте квартиры и даже его перетащить как мы видим шкаф действительно работает мы можем перетащить любой предмет и указать желанное количество предмета которым хотим перетащить это Это может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, без разницы, хоть 1000 предметов. Шкаф действительно функционален. Все, естественно, сохраняется, все работает. Но я думаю, что эта система действительно не будет для вас новой, потому что мод уже сливался ранее, и в том моде, в старом, была данная система. Ну а мы погнали дальше. Система дайвинга. Дайвинг является разновидностью хобби на проекте. Данное увлечение может быть не только занимательным, но и прибыльным. Для начала вам требуется купить лишь один акваланг. Приобрести его вы можете в рыболовном магазине. Цена зависит от наценки владельца бизнеса. Далее необходимо добраться до зоны дайвинга. И важно понимать, что ценность предметов зависит от расстояния до берега острова. Продать найденные ценные предметы можно в магазине антиквариата в городе Южный. После того, как мы купили акваланг и нырнули в воду, нам нужно найти сундук и сыграть в игру. Нажимайте клавишу Y с небольшим интервалом и забирайте свой лут. Ну и последняя система, которую я хотела вам показать, это система киосков. Приезжаем в торговый центр и идем в киоск. Выставить товар на полку можно абсолютно разный, будь то оружие, либо кейс. Владельцы киоска могут купить различные улучшения для киоска. Выставить наценку, поменять интерьер и все другие функции киоска. Ну а я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Поставьте лайк за наши старания с командой в разработке данного игрового мода для слива. А я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Для того, чтобы получить мод, перейдите по ссылке в описании, выполняйте все условия. Переходите в телеграм-канал Бота, где бот пришлет ссылку для скачивания данного бота. И всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok